Бабушка просит о помощи. Пенсионерке не дают жития, а ее соседи. По словам пожилой женщины, с данной проблемой она столкнулась 30 лет назад. Также, утверждает она, когда ее не бывает, буйные соседи заходят к ней в квартиру и делают там, что захотят. Мирам Гусла Кимбаева с подробностями. Мать трубу сломать, пьют курица, а я что сделаю в 100 лет? Екатерина Нестерова всю жизнь проработала швеей. В личной жизни бабушке тоже не повезло. Вышла замуж, оказалось, что муж любитель выпить. Оттуда ревности, семейные разборки. Мало того, что всю жизнь получал от своего законного мужа, так еще и под старостью лет ее не могут оставить в покое. Я живу с 86 года, уже чуть не 30 лет. И вот так мучаюсь, как собачка в клетке. Ни воды, ни... Плачу 1300 рублей, по 600 трубе, холодную, горячую. Все записывается. И сижу без воды, трубы сухие. Плачу деньги на совесть. Работала на совесть. Премии давали. Везде работали. Все. Подчинялась. Каждый праздник мне премию давали. Как отмечает сама пенсионерка, проблемные соседи проникают к ней в квартиру, когда та уходит в аптеку или куда-то еще. Кроме этого, разрывают одежду и крадут еду. Так как старая женщина не в силах ругаться с ними, она просто оставляет им записки с надписью «Как вкусно?» Приходите еще. Бумажку, хлеб украдут, курицу, варенье, капусту. Все украдут. Воды нальют, грязные, и поставят. Нашу воду, хорошую воду. Нанесут 10-литровый баллон, а грязную нальют, поставят. Ну что такое? Как жить? Ругаться не могу, а хоть это напишу. Чтоб позорить. Пусть люди читают, ходят. Кто они такие? Нельзя не отметить, что Екатерина Иосифовна не раз обращалась в полицию, но там ее жалобы принимали за старческий маразм. Милицию пойду, я встаю, вот на ноге на одной. Это больная. Три часа не пускают. Встаю в коридоре без стула. В 11 ушла, в 2 пришла. Вот. И голодная, и нищая. И бросила, и не стала ходить. Пенсионерка напугана до такой степени, что боится громко разговаривать. Все твердит, что соседи могут услышать. А как-то раз пьющие соседи даже поднимали руку на бедную женщину. После этого бабушка просто боится выходить на улицу. Дети слушают, они гады, надо тихо говорить. Потом рассказывают с этим соседям. 1 сентября намазали. Кручество друзей послали. На отопускную остановку у Михалка уехала за продуктную. Вытащили. Домой пожила, холодильник сломали. Вот в один день. Три горя мне сделали. Вот так и живет пенсионерка. Единственный сын находится в России. Женился во второй раз. Нынешняя супруга от свекровки категорически отказалась. А родные, которые живут на Юго-Востоке, даже и не знают, с чем столкнулась их родственница. Мирам Гусел Кимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.